привет друзья примерно две недели назад я вам рассказал о покупке прицепа дачи который планирую переделать под себя и это не простой прицеп а прицеп советского производства производился он на ростовском вертолетном заводе и это по сути его уникальная фишка выполнен он полностью из алюминия выглядит вот таким вот образом и сегодняшнем ролике я решил рассказать что уже сделано что еще предстоит сделать ну такой небольшой отчет за первые две недели работы и так давайте начнем по порядку первое что мы сделали после покупки это поменяли всю подвеску я взял колеса резину имеется ввиду белорусского производства белшина взял диски обычные штамповки штампованные и поменял покажу там всю подвеску пружины амортизаторы отбойники в общем все 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 что там было кроме рычагов рычаги там это особенные поэтому собственно с ними не получилось таким образом поступить то есть не получилось их поменять их просто не существует продажи видимо какая-то своя там была конвертная вот отработка не знаю дальше мы полностью восстановили накатной механизм снимали вот этот амортизатор разбирали его ну не мы сами сет навозили к специалистам они его разобрали заливного масла закачали воздух все сцепное устройство готово купил вот такое новое подкатное колесо старое было ну мягко говоря никуда не годилось вон она лежит и я поставил обычная алковская новая дальше заходим в прицеп постелил новый черновой пол то есть пол был просто ну как и все в прицепе алюминиевая я сделал обрешетку сделал из пенополистирола утеплитель вот такой вот четыре сантиметра толщиной нет пру два сантиметра толщиной 2 сантиметра обрешетка и пенополистирола и зашел все листом usb влагостойким сверху будет естественно какое-то уже финишное покрытие красиво в общем чуть позже процесс не быстрый чуть позже все это будет реализовано далее переделал спальную зону изначально изначально здесь были две вот таких вот лавки длинных ну то есть два одноместных места которые трансформировались двухместных мы сделали новый каркас на не на этот каркас устанавливается лист фанеры позже фанеры еще будем перфорировать то есть наделаем дырок но отверстия таких сантиметров 5 в диаметре для того чтобы была вентиляция ну и чтобы лист фанеры облегчить и здесь будет двухспальная кровать здесь будут сидячие места под них вырезано соответственно так открываться здесь рундуки электрика в общем принцип я думаю вы поняли в задней части прицепа решили организовать такую спально хозяйственную зону то есть что здесь будет каркас в принципе готов здесь еще будет установлен холодильник сейчас его позже покажу и он уже куплен здесь будет рундук под биотуалет здесь будет рундук под всякие мелочи будет выдвижной шкафчик но вот пока так как есть вот в формате таким образом все выглядит и собственно тоже еще естественно не доделано но примерно как-то так вчера закончил собирать кухню с кухней решили не мудрить решили взять просто магазинную из модулей и собрать вот такой вот кухонный гарнитур то есть здесь она изначально была метровая она ну фактически такой остался на 5 сантиметров увеличилась за счет того что отсюда убрали стенку здесь было еще перегородка мы удалили и теперь метр 5 сантиметров 105 миллиметров и 105 сантиметров вот так вот она выглядела здесь есть выдвижные шкафчики вот здесь будет дверка естественно сверху лежит столешница не раковина плита и место где можно там порезать соответственно какие-то продукты для душу готовить дальше сегодня попробовали испытать краску купил краску хамилайт называется но одна из лучших по металлу то есть проблемы тут вокруг да около возникают с тем что прицел сделан из металла то есть это несомненный плюс но монтировать что-то там красить это определенные нюансы определенные минусы почитал отзывы насчет этой краски пока ничего не могу сказать это так пробный кусок поклеили прошу посмотреть насколько она будет держаться не будет держаться как она схватится не схватится в общем пока по стенам еще решение окончательно не принято что здесь будет есть вариантов на самом деле достаточно много холодильник холодильник взяли модель крафт кр 75 в высоту он 62 сантиметра 70 литров объем 66 литров это сам холодильник и 4 литра это морозильная камера он будет устанавливаться здесь и детства мы поспешили вот этот рундук сделали его нужно будет уменьшить то есть он будет уменьшить ну вот по этой металлической направляющей то есть вот так вот подъем здесь будет тоже убран и холодильник станет сюда ты здесь будет место для хранения биотуалета здесь будет холодильник здесь будет шкафчик с выдвижными ящиками а здесь будет вот такая поднимающиеся ну тоже рундучок для хранения вещей сверху мы установим спальное место и соответственно ребенок будет здесь у нас располагаться когда мы будем ездить в путешествие вся эта конструкция будет закрываться на штатную решили не удалять шторку направляющий обычный самый простой механизм струна натянута зацепы и собственно штору растягиваешь на весь пол вот такая вот уединенная зона но и здесь будем соответственно располагаться мы вот такая вот история решил записать поскольку ну во первых давным-давно отчет не выкладывал роликов на youtube у вторых отчитаться о проделанной работе в третьих напомнить что специально под проект я оживил там один из своих каналов на youtube называется на красный грузовик ссылка написаю в описании будет на него дана если вам интересен весь процесс детальный процесс деталь там на том канале выходят ролики ну по два по три раза в неделю то есть каждый этап я подробно досконально все рассказываю все показываю поэтому можете перейти и собственно подписаться если вам эта тема интересна домик продолжаем строить домик получится классный обалденный но как он строится соответственно можете наблюдать вот на втором канале красный грузовик на этом канале буду раз там в пару недель снимать вот такие отчеты показывать из серии было стал в общем как то так строю все с приятелем не знакомы он периодически раз в неделю приезжает помогает вот ну по факту все делается своими руками все делается скажем так не имея опыта ну стараемся стараемся вот например кухню делали там крыло и нужно было чтобы кухню установить сделать вырез ну получились немножко сделали поддон под него но в общем да все эти технические тонкости проще сторона смотреть на канале красный грузовик на этом канале решил просто записать небольшой отчетик такой чтобы вам просто кому интересно было было дополнительной информации на этом все спасибо за внимание жду вас на новом канале на этом увидимся